15,5 тысяч тагильчан приняли участие в Лыжне России 2012. Забеги традиционно прошли на полигоне Института испытания металлов. Не обошлось, однако, и без новшеств. Снег на этот раз искусственный, подарки подороже. Победители вместо снегоходов получили ключи от новеньких аномарок. Подробности далее. Снег на этот раз искусственный, подарки подороже. Погнать олимпийца не вышло. Иван Алыпов в очередной раз стал победителем. Чуточку больше сил, чуточку больше опыта, концентрации. Такая здесь очень специфическая трасса. Одна равнина, отдохнуть негде. И это кажется только, что равнина – это легко. На самом деле, порядка 30 минут непрерывной работы, абсолютно без отдыха, это достаточно тяжело. В женской гонке явных лидеров не было. Большую часть дистанции все шли одной группой. Уже на последнем километре решающий рывок удалось совершить лыжницей из Новоуральска Инни Смирновой. Финишировала она в гордом одиночестве. Вслед за спортсменами на лыжню вышли VIP. Дистанция у сильных мира всего получилась сочинской. Символичные 2014 метров. На последнем дыхании. Но дались. Мы не привыкли ни побеждать, ни быть последними. Но самое главное – дойти. Мы нашли. Министры, чиновники и депутаты бежали, что называется, в свое удовольствие. За победные доли секунды, конечно, никто не сражался. Тем более, что многие взяли с собой детей. Дались очень легко. Мы с удовольствием с сыном прошли эту трассу. Прошли не для результата, а именно для здоровья, для удовольствия. Великолепно, очень понравилось. Это возможность тагильчанам. Активно, интересно провести выходные. И, безусловно, вот такие выходные должны быть у тагильчан, которые способствуют поднятию духа и здорового образа жизни. Бежали VIP-лыжники не только с детьми, но и с подчиненными. Нижнетагильское отделение Ассоциаций юристов России, к примеру, вышло почти в полном составе. Юристы постоянно, ежегодно принимают участие в лыжне России. Мы считаем, что юристы борются не только в судах за права граждан, но и в спорте тоже очень активные люди. Буквально недавно я вернулся с базового лагеря Вереста, где мы водрузили флаг Ассоциаций юристов России. Лыжня России 2012 прошла в традиционном формате. Даже забеги в том же порядке, что и в прошлом году. Не обошлось, конечно, и без новшеств. Снег на этот раз был искусственным. По снегу искусственному приходится в этом году очень много бегать, потому что снега мало везде, так что мы привыкли. Хотя искусственный снег, он скользкий, быстрый. Хорошо бежалось. Главным сюрпризом, конечно, стали призы победителям спортивных забегов. Три года подряд им вручали снегоходы. На этот раз новенькие иномарки. Ключи от машин получили Инна Смирнова и Иван Алыпов. На полигон Старателя в воскресенье вышло 15,5 тысяч человек. По всей Свергловской области почти полмиллиона. И как сказал Александр Мишарин в своем видеообращении к уральцам, встать на лыжи сегодня – это уже победа. Новости из мира спорта на этом не заканчиваются. Гонки на тюнингованных джипах. Первый этап Кубка города по ледолазанию. Подробнее об этом расскажет Александр Сальников. Мне же остается напомнить, конкурс на самую позитивную новость от телезрителя продолжается. Звоните в редакцию 4195-51. Оставляйте сообщения на сайте tagildefis.tv.ru. Победителя наградит партнер рубрики «Производственная компания. Урожайный год». О событиях вторника расскажем, как обычно, в 2020. Увидимся.